На моя сладкая, давай посмотрим. Где ушки у нас? Опа! Ай, молодец, молодец, умница! Мирославе всего полгода, а на приеме у врача ведет себя как взрослая. Мировой характер плюс профессиональный подход. За 10 лет практики врач Валентина Харитонова научилась ладить с пациентами от мала до велика, проникаться ими и получать взаимность вкупе с пониманием. Медицину еще в детские годы выбрала не зря. К сожалению, моя бабушка оказалась больной. Она заболела онкологическим заболеванием, раком кишечника и была лежачим пациентом. И я хотела выучиться, вылечить ее. Бабушке не стало, когда Валентина поступила на первый курс ульяновского медицинского. Но благая цель – исцелять больных раком. Осталось. Отсюда выбор специальности. В качестве онколога трудилась несколько лет, пройдя стажировку во всех отделениях местного диспансера и задержавшись в химиотерапии. Потом у меня возникла аллергия на химиопрепараты. И нужно было думать, что с этим делать. Не растерялась. Получила дополнительную специализацию врача-сурдолога от ариноларинголога. С удовольствием и интересом решает проблемы снижения слуха и патологий лорорганов. Вообще человеку, если у него нет никаких жалоб и нет снижения слуха, обращаться специально к врачу-сурдологу не нужно. Но если уж мы оказались в кабинете по случаю, почему бы не проверить свой слух? И делается это с помощью специального исследования. Называется оно тимпанометрия. Правильно я запомнила? Все верно. И специального прибора аудиосмарта. Сигнал такой слышу. Тихо-тихо, нет, нельзя разговаривать. Можно голову вот так прямо. Итак, у нас тимпанограмма типа, все у вас отлично. Последние годы Валентина Олеговна медицине государственной предпочитает частную. В 2019-м доктор Харитонова признана лучшим лор-специалистом, а в 2020-м вошла в пятерку самых топовых врачей негосударственной клиники. Не руководство, не сотрудники, а именно те, кто получают эту помощь, они выбирают себя. Наверное, это лучшее признание. Спасибо вам большое. Ваш ребенок здоров. Всего вам хорошего. Спасибо, что пришли. Не болейте. Спасибо, доктор.